всем любителям радио 23 часа ровно выходим я и мои голоса в голове я говорю мы потому что это действительно так выходим в эфир правда я даже не знаю стоит ли может этот эфир как бы вот сейчас подумаем что сделать так да елки-палки сегодня суббота а я вообще не знаю это я что кого-то прервал да sorry sorry если так я не знал что я кого-то выпнул я вообще зачем не слежу в общем если надо я уйду простите я совсем не слушал эфир не стыдно так иди в мамбл канончиком тебя ждут там так я да я вообще не знаю просто я в каком-то пребываю совершенно расписание святое типа там не опаздывать выходить в эфир и что сегодня где я так в мамбл я наверное не смогу пойти потому что так подождите а конференция вообще вовремя началась на три часа шла до я про генератор статики вчера разобрался с генератором статики и удалось разобраться я долго мучал то есть слава богу я не мучу теперь людей мучаю вот это вот куклу резиновую женщину только это не женщина это искусственный интеллект не резиновый силиконовый в общем не хотел он отвечать зачем это нужно то есть он отвечает также как вот анончик то есть игру чё за хьюга не задавая вопросов ну короче и style не задавая вопросов вот дает одно предложение специального сайта там написано там генератор статики бла-бла-бла там позволяет вам оптимизировать короче текст из рекламы это такая приблуда крутая классная сделать твою жизнь лучшее но вот я воспринимаю это вот так это хьюга такая классная штука которая позволяет тебе ля 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 чё это откуда помните я сравнивал изучение чего бы то ни было с путешествием по городу короче если этой аналогией пользоваться то тебя кидают на какую-то улицу вот этот человечек в гугле помните это геогессер те кидают чуть-то это здание построена вот в таком-то году там или не знаю это улица такая-то такая где я вообще где что это с чем это едят тебе говорят не важно короче вот заходи в этот дом блин поднимайся на такой-то этаж пипец просто и вот он давал такие же ответы установи скачаю установи блин запусти все профит и помогло внезапно может быть даже этот опыт кому-то будет полезен возникла у меня идея думаю дай-ка так у него спрошу говорю я петя я хочу воспользоваться этим хьюга этим гитлабом составь мне пользовательскую историю вот как бы нахрена мне этот гитлаб и этот хьюга и он идеально просто написал он говорит так отлично пользовательская история ты петя веб-дизайнер который хочет создать свой сайт показать его миру или создать свой блог и ты не хочешь обновлять в общем у тебя есть проблема прям все написал что вот у тебя есть странички ты заходишь туда делаешь что все написал наконец-то вот тогда я понял нахрена это нужно оказывается что когда пете будет делать комит сразу после этого эта хрень будет запускать какие-то скрипты а скрипты ты прописываешь в яму файле и какое-то по там на гитлабе их собственное будет запускать это хьюга каждый раз когда ты делаешь комит вот оно что оказывается оказывается темплейты так работают а их это по позволяет бесплатно это делать то есть у них там на их серверах вероятно как выяснилось есть этот самый хьюга хьюга это вообще получается исполняемый файл просто и вот он только тогда смог мне это все нормально объяснить так вот не живешь жизнью ради вы не знаю что тут уже столько лет по субботам сидят нет я знаю кто по субботам сидят но просто по расписанию вроде там до скольки она сейчас секунду раз номер до 23 что ли да блин совсем но мы вроде тебя ждали сильно ругать падение будут так ну ты говори главное ты пришел готовый ну как сказать нет готовый наверное это уже успешный а я далеко не пока так а мог бы просто википедию открыть нихрена нет там такой пользовательской истории бы не было википедия но она написана как получится в общем а тут прям так все расписали я так понимаю это из-за того что эти пользовательские истории где-то лежат может это реклама какая еще что-то простите анончики тут выпиваю параллельно но это не алка эфир так серёжа сиди и пиши пищи код смотри в пол не отвлекайся нет вот это ничего не дает это угнетение дает так ну чаев ты своими эфирами невозможностью тебе пояснить что-то наносишь психологические травмы вот во время эфире тебе заочно пытались объяснить что снять камень из души а ты опять сергей вы могли бы генерировать статику через m4 если знакомы с шеллом линукса но относительно просто или через пандок вот опять же когда вы накидываете какие-то киворды вы поймите что это же ничего не дает ну то есть ты слышишь все это и как будто просто вот будешь я болею не знаю у меня понос а тебе говорят там орбидол что что это там непонятно что зачем это как это будет работать еще раз это не работает то есть почему люди мучаются так потому что видимо у инженеров у технарей у кого у кого бы то ни было такой склад ума видимо не могут по-другому так промт инженер нет я не промт инженер третий день и серёжа все еще не в затворе сколько анонов проиграли чё проиграли какой-то разве третий день четвертый сегодня день четвертый уже сегодня вообще-то 25 мая но это только один из вариантов использования другой вариант это у тебя есть медленный динамический сайт на по хп на локал хосте ты хочешь сделать из него быстрый статический сайт на бесплатном хостинге статики натравливаешь генератор статики который проходит по всем возможным ссылкам твоего динамического сайта генерит из них быструю статику так автоматически после любого изменения лол что а как он пройдет у меня с меня сайт на пхп и достает я не знаю там списки товаров из базы каждый день разные или каждое время суток разные он же только одно достанет а как регистрация будет на этом сайте работать тогда не понимаю тоже не понимаю я правильно помню фильме она клоун мучил детей не он жрал их я помню хорошо такую ту часть которая в 90-е годы 90 наверное они летают там внизу они что-то дети там летали не помню они там умершие были или нет ну king нормально годный пишет в общем до сих пор так пандок а нужно ли для использования пандока собирать 3000 пакетов для хаскеля ну вот я тоже это не понял то есть получается они там у себя на гитлабе вот этот весь зоопарк поддерживают но интерпретаторов у них нет то есть есть я вот не понимаю шаблоны как работают там не шаблоны я просто не успел еще спросить не стал спрашивать для этих спринга там на джаве для воровеля то есть хуга с этим вроде понятно более менее но это совсем же другая история то есть тоже нужно вот к вопросу о том когда человек затерялся в городе то есть можно сказать где ты находишься ты находишься в промзоне находишься в парке ведь находишься на уровне на улице красных фонарей блин ну это сиа и сиди да я кстати думал что сиди переводится как continuous distribution или как-то окажется deployment continuous это последовательное продолжение непрерывное видимо юга на гитлабе это шаблон репозитория там есть какие-то настройки по умолчанию как нпм и нет но обо всем об этом последовательно нужно опять же да звучит очень тривиально про от общего к частному но ты действительно так то есть простейшие вещи вот теперь я точно убедился вот сто процентов я убежден что я смогу сделать нормальные курсы не написать не авторами атакуются сделать неправильно я сказал вот есть продюсеры правильно они же сами ничего не поют если это эстрада да там артисты продюсеры такой термин я вижу как это должно быть ну вот хоть что со мной делать я не считаю не моя заслуга да я сам в этом не понимаю это хорошо потому что я на себе в том числе могу это примерить лучше когда я сам не понимаю когда вот я такой максимально тупой я же не говорю что я буду делать эти курсы я буду их автором смысле экспертом в них нет это это не курсы слова курсы очень плохое короче вот тут писали что он делает да что там эксперты люди готовы вложиться на то что это шутка хотят знать во что эта игра до торговая игра вот я много раз сравнивал с радио вот на радио мы типа не типа вот ведущий диджей да это же прекрасно вот смотрите еще раз нигде такого нет невозможно сделать скучное плохо заходящее да там если тебе ставят перед тобой задачу помещают тебя вот в реальные условия это увлекательная игра и говоря тебе у тебя куча попыток это не работа когда вот почему люди я знаю дофига людей кстати которые вкатывались потом с ужасом проходили через это вот offer я хочу получить offer они за этот offer я не знаю что готовы какие части тела куда реализовывать но они не понимают тупые что блин ты придешь на это рабочее место и без карта разбирайся вот тебе код написанный задней левой ногой вот тебе документация написанная задней левой ногой какой-нибудь legacy я не знаю или не legacy неважно что они-то думаю что вот сейчас я приду меня всем покажут или меня все будет получаться или что-то но это такой стресс это дичайший стресс повезет тебе там будут тебя нормально менторить не будут тебя на с чего кому-то сдался и сдалась кота время на тебя есть ли силы на тебя есть ли ты пришел работать ты получаешь зарплату и тут все эти синдромы самозванца не самозванца они там приписывают себе на смотрится ютубов сейчас приписывают себе опыт натаскаются как отвечать на вопросы эти задачки там я не знаю я что смотрел эти как их интервью как они называются то в ютубе записи эти но это трындец вообще какой-то просто hard skills блин просто смешно вот в общем так да то есть вот уровень один человек есть масса попыток там выполнить есть какие-то критерии выполнения задачи задача максимально близкая к реальной или лесенка такая которая постепенно да потому что конечно реальная задача служит привет мир не скажет писать так вот тебе код написанные задней левой ногой ты знаешь кто такие волки так радио и тролевая игра бдс мтм стоп слова нет ты понимаешь перед тем как все 9 девела прям на сначала знать как менять батарейки в мышки как подключиться к интернету так самое главное в оффере это зарплата остальное уже дело пятое-десятое ну да да зарплата offer а работать кто будет хочет спросить то есть ты приходишь на работу тебя ожидают результатов от их например вообще не выгриб не вывозишь что это смотришь на кота не понимаешь что это ладно сейчас есть нейросети но нейросети все равно те не все объяснят тоже извините а там еще какая-нибудь предметная область будет банки медицина юриспруденция еще чего-нибудь блин ты вообще не понимаешь что это что она считает куда это идет зачем миллион библиотек не знаю это все не то хорошо платите хорошо работаю плохо платите плохо работаю если код плохой значит плохо платят проект понос ну может и понос подставить буковки под все можно и твое имя можно переначать так будет ли кто-то менторить не будет конечно не будет я на субботние писал сейчас напишу заново меня обучал кодингу один из здешних посетителей мамбла на ситуации когда я случайно изменил счетчик цикла в самом цикле обучатель сделал рейдж квит на работе тем более я не понял можешь пояснить пожалуйста что это значит то есть меня обучал кодингу то есть не обучил тебя до рейдж квит рейдж квит последователь нужно простейшие вещи я для этого а для этого надо взять и голосом говорить причем часами правил десяти тысяч часов ну ладно ладно continuous delivery да я тоже точно точно помню что это было delivery постоянная доставка клиентов delivery а не deployment а почему это сволочь переводила как deployment может допускается две трактовки тоже точно помню что то было ну да или написано в википедии сейчас открыл сиди 2 переводит continuous delivery и continuous deployment так ну-ка а если в английской версии ну в английской версии тоже написано less often да менее реже но continuous deployment тоже термин есть continuous deployment is a software engineering approach in which software functionalities are delivered frequently and так очевидно регистрации не будет ты же в результате статический сайт хочешь получить это идеально подходит для блогов для информационных сайтов которые редко меняются но при этом на локал хосте хочется иметь удобный динамический сайт для редактирования постов и складирования их в бд а комментариев тоже не будет то есть если я хочу блок с комментариями я должен подключать js какой-нибудь да внешний сервис кстати недавно смотрел этот какл до сих пор существует обалдеть просто так а нужно ли для использования пандок собирать пакеты на хаскеле апт гетт install пандок и все дела же начать не нужно на хаскеле ничего собирать ну вот опять же когда вы накидываете кейворды хорошо поясню если вы пользовались линуксом у каждой программы из линукса есть мануал либо большой толстый в pdf либо маленький видимо на странице справка в консоли ну это и другое нами нет если же вы не пользовались линуксом той м4 пандок для вас будет больно пользовался я вот тоже знаете вот тоже как-то что значит пользовался это как если я как обезьяна тоже повторял по шагам настраивал mpd собственно я же пришел на радио за настройками mpd я уже пользовался линуксом или нет если я заходил в консоль роутера настраивал какую-то там прошивку как она openvrt или как называется я пользовался линуксом а есть люди у которых я не знаю там ноутбук они купили включили его первый раз и там какая-нибудь ubuntu установлена и они зашли и пару раз щелкнули что-нибудь они уже пользовались линуксом или это не считается я правильно помню фильме но клоун мучил детей так этому уже читали так блок с комментарием я предлагаю использовать опыт senpai и посмотреть то что комментарии работают залез на финге и едет бил сантинный один статик монет что это такое я принять не не работает в общем комментарии тут у него ладно уж так пришел на работу там библиотеке вызове функции и так далее я на своей первой работе писал с нуля портал ну по-разному бывает вот и с нуля писал но насколько я знаю насколько мой опыт очень скромный позволяет судить так бывает в меньшинстве подавляющем меньшинстве случаев что это и там что-то пишешь с нуля полгода мучился читал с утра до ночи документы выгорел первый раз но запилил потом его портал выкинули в мусорку вот так я разочаровался в жизнь сейчас кстати выгорел в очередной раз ну про выгорел не знаю ты думаешь на другой работе прямо все замечательно по моему ситуации описанные тобой они случаются абсолютно на любой работе на любой должности не знаю пример какой они тебе привести да чего угодно может быть делали 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 мучились 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 проверка приедет вот те говорят чет проверку приедет все там красьте забора красьте траву драйте туалеты ну я образно выражаясь там не знаю потом отменилась да там не приедет начальству или комиссия какая-нибудь или отчеты какие-нибудь или да блин это что угодно может быть если хочешь с комментариями и чрев mail to feedback anon fm комментирует туда понятно все подход понять купили ноутбук а тому бунта купил ноутбук а это thinkpad от ibm и тут обнаруживая что у тебя на ногах программистские носки чё это какой-то специфический юмор кстати экрана стали какие-то бледные последнее время все именно только мне кажется что tn экраны ярче просто как-то совсем от олед экранов тут зашел в магазин посмотрел как они показывают про есть эти олед экраны он говорит вот только у asus of смотрел эти модели с олед экраном не знаю меня реально тошнеть начинает это видимо шим или что это с этими экранами плохо все телефон на samsung аналогично как-то все сложно стало с мониторами раньше не было этого всего если если тебе дать предположим 50 миллионов рублей как ты их потратишь да я тоже не буду знать потратить я из тех людей которые вот в лотерею если бы выиграли деньги бы просрали все эти и кстати вот хорошо бы какое-нибудь исследование сделать или какой-нибудь фильм про только такой подробный прям по красоте все о людях на которых сваливалась вот это богатство состояние эти просто же очень многие люди смеются когда слышат эту поговорку да не в деньгах счастье они прям смеются городой да ну да и такая типа там фигня все исследования которые подтверждают что при достижении определенного уровня именно финансового состояния благополучия его увеличение уже никакой роли не играет такие точно есть конечно если вы вам жить негде вы живете под мостом наверное вы почувствуете разницу и наверное да вам есть что сказать ну как же не в деньгах счастье я живу под мостом у меня болят зубы меня нет документов ну или ладно есть документы но нет денег да там медицинское обслуживание я имеют там не знаю а кстати наверно человек бомж не знаю как там у нас в этой стране с медицинским обслуживанием я не задавался этим вопросом ну например там где страховка там где медицина тот только платная официально платная нормально платная не как у нас якобы бесплатная да там ну вот да вы понимаете на на чем я а потом когда ты первичные потребности закрываешь когда тебе есть что есть еда одежда жилье ну блин понимаешь туда дружбу ты не купишь да у тебя больше возможностей ты можешь путешествовать и там с кем-то познакомиться ну с другой стороны многие живут люди в городах да кстати я хотел и хотела вижу это так что такие компоненты до задачи адекватные максимально близкие к реальным этим никто не загонялся не какой-то яндекс практикум который назвался практикумом блин там такую дичь я не знаю как сейчас вот python разработчик да там бэкэнд какую-то не я тьюб какой-то якобы там аналог ютуба якобы писали и не дописали ему какой-то там блин блог толстого в базе данных посты толстого написано интереволюционным языком кривизна какая-то что такое там продажи кого-то мороженого ну отбитые совершенно в общем этим я даже находил видео в котором мужик рассказывает что он стал автором вот этого курса на яндекс практикуме это мужик совершенно не какой-то там хардкорный разработчик это какой-то сережа просто быть я вот вел занятия для детей увлекся вот питоном и тут меня позвали вот там какие-то знакомые в общем да 50 миллионов 50 миллионов кстати это что это стоимость тут посмотрел выпуск друзья последний не помню с кем с кем-то из национал предателей говорит там рекламная интеграция все тому от 50 тысяч евро вы можете купить недвижимость в испании это как раз получается 50 миллионов до то есть блин это на самом деле просто стоимость квартиры да и в москве да это жилье конечно такое не супер элитные уже кстати то есть блин если просто это однушка там стоит 10 миллионов и раньше 50 миллионов стоило прям какая-то пентхаус то сейчас уже просто наверно трехкомнатная квартира в новом доме может столько стоить туалет и краны ты слепнешь просто не понял какая-то слишком глубокая видимо мысли что нужно писать вместо толстого клубы знакомств для школьников ой ну слушай ну ты просто не понимаешь о чем речь да хотя бы блин извините ну не блок что это за дичь вообще кому-то в голову пришло дневник толстого написанный на дореволюционном языке еще к тому же это все равно что блок на китайском сделать просто нарушено главное правило что не должно быть вещей которые сознание еще дополнительно грузит вообще кому-то это покажешь я сделал блок вот посмотри а чё это такое это записи толстого не обращая внимание не ну вы меня не поймете конечно я знаю что все в штыки воспринимаются любые мои замечания но это больше мелочь конечно что в содержимом блога там больше других претензий ладно пошел я делать свое наверное ну я честно скажу вот прокрастинировал опять целый день ну то есть прям вот совсем дну то есть это прям болезнь находишь в себе сил вообще ни на что мне больше знаете что наверное не если бы у меня было 50 миллионов если я должен был 50 миллионов если бы у меня прям вот совсем-совсем хреновая ситуация была мне вот это больше интересно как бы я это бы наконец дало мне пинка под зад или нет многие же люди все потеряли прям и теряют и это продолжается все сотни и тысячи людей потопы пожары бомбы да нету нет никакой волшебные палочки вот хотелось бы нам такой дневник сделать вот все обрубить как там и говорю интернет как это назвал то detox ли как да тяжело читать тяжело но нет этот чат конечно это прорыв ну невероятно кстати вот эта версия 4 о вообще 4 а 4 особенно как мне показалось вообще редко ошибается ну по крайней мере на том уровне на котором я спрашивал я раньше ловил ошибок очень много даже на том дебильном уровне вот вопросов что я задаю упус вот мне выдал недавно тоже какую-то галлюцинацию в джанге написал что-то такое а там такое нельзя а этот не выдал да конечно думаешь g5 5 чего-нибудь там выкатят страшно становится реально еще и знаете о чем подумал что скоро можно будет общаться голосом то о чем я мечтать видимо даже не мог идентики да вот не выдавая себя ведь в эсченджеры основанные на искусственном интеллекте они абсолютно другие но это как переводчик до сравнивать этот промпт кто застал промпт такой это не еще и время как у google диска переводчик был такой еще на компакт дисках там блин еще стилус назывался раньше помпт вот его сравнивать с переводчиком тоже на основе искусственного интеллекта но это к чему к тому что человек может спокойно общаться свой с чейнджером выходить там эфир вести и все и не выдавать себя и слушать это можно будет то есть он будет копировать интонации копировать все один в один не скажет никак не будет вот это вот противного ощущения что ты слушаешь блин робота нет можно будет участвовать во всяких разных конференциях захотел короче сменил себе голос себе опять не предвзято относится ну вот то есть голосовое общение будет такое же как текстовая в этом плане так я сделал тудушку на реакте смотрите она точно такая же как два миллиона других тудушек а в том-то и дело нет не тудушка вот вот супипиши нужны короче в больших количествах я об этом давно говорил во первых супипиши а во вторых фидбэк ну допустим по россии очень много автобусных станций таких всяких захолустных совершенно поверьте там нет никакой автоматизации во многом расписание автобусов нет нельзя зайти посмотреть когда автобус приедет расписание я не говорю gps там в реальном времени отслеживать просто нет никакой автоматизации то есть если рейс отменяется максимум что делается вешают бумажку там на автостанции в окошке на стенде как вообще в прошлом веке абсолютно почему там не сделать какую-то программку небольшую хотя там есть сотовая связь там они могли бы использовать ну хоть что-то я не знаю блин представьте что сотрудники этой автостанции сколько их там 234 человека они могли бы просто своего смартфона заходить и писать они всем этим пользуются там не бабушки работают и все и люди бы видели там почему веб страница почему нет если люди ходят на котлине ну мы же говорим что вот есть большая большая такая игра в которой распределение ролей на мой взгляд должно быть максимальным просто вот что чел занимается только базами данных например только реакционными только какая-нибудь конкретная субд посидит посидит подольше там потом другую роль на себя возьмет то есть роли должны быть по крайней мере так прописано и тот кто решил в бд идти дальше идет дальше потому что ну по-другому никак нельзя я понял что вот голопом по европам это какая-то хрень ты вроде обо всем слышал ты вроде имеешь представление но обо всем поверхностное ну и толку вот какой тебя смысл то есть как только ты столкнешься с какой-то реальной задачей прям хардкорной ты все равно будешь в этом разбираться как с нуля ну ведь так а получать опыт да нужно наработать опыт чтобы вот эту душка на реакте ну тудушка на реакте блин она отрефлексирована очень хорошо должна быть по мне так вот человек который врач-строитель кто-то там не знаю организатор свадеб тамада какое вот ну давайте здравый смысл что такое опыт сколько свадеб ты провел каких свадеб ты провел больших маленьких в городах в селах там с мордобитием с полицией с поножовщиной не знаю тебя просто много кейсов должно быть должен понимать что да я более менее представляю как я буду себя вести в той или иной ситуации либо меня она не напугает потому что тот опыт который у меня есть он мне придает уверенности ну и так далее так далее где это обеспечивается нигде куда пойти чтобы получить никуда то есть получается какой-то клин я еще раз говорю я добьюсь успеха я знаю что здесь вот ниши которая да меня бесит это раздражает я хочу сделать мир лучше в этом смысле хотя бы в этой стране потому что блин пусть люди занимаются хоть чем-то пусть люди занимаются чем-то полезным найдут себе применение пусть будет больше людей которые могут зарабатывать 200 тысяч есть вы понимаете о чем я чтобы они зарабатывали 200 тысяч не так как в той картинке которую сегодня на радио постили про стрека которые у рыбки просят зарплату 200 тысяч тоже прокрастинировал весь день ждал вечера когда ты придешь и заразишь своей энергией своими проектами которые это уже задорно делаешь чтобы я посмотрел захотел быть как ты анончик возможно конечно нет это сарказм думаю но блин но это работает вот понимаешь парадокс это работает проблема в том что люди которые хотят там других как-то друг до других влиять они либо сектанты либо продажники либо дик дикторы диктаторы короче проблема всегда есть ведь полно людей полно которые просто я уже приводил эту аналогию про попутчиков но она эта аналогия стала непонятной для многих людей вот вы ездили когда-нибудь в поезде в до компьютерную эпоху до смартфонную эпоху скажем так на смартфон это тоже компьютеры до мобильную в поезде вот несколько дней или лежали ли вы в больнице в палате там с другими людьми несколько дней или недель даже мне вот довелось я вам скажу что вот эта вот идея человека с которым тебе не скучно ну когда вот скук уже тоска уже на стену готов лезть ну что все равно хоть с кем будешь разговаривать лет в тюрьмах в тюрьмах ну тут про женские тюрьмы мне уже прилетала что называется вот там наверное да ну не знаю кто-то сидел и слушатели я не сидел пока там нельзя просто там запрещено вот там еще это я думаю осталось а так ну что но в поездах ну хоть ты до владивостока едешь хоть ты лежишь в больнице две недели да без проблем тебя планшет у тебя ноутбук у тебя куча сезона в каком-нибудь сериала до годами можно втыкать в этот экран как он и рассказывает кровать которая автоматически переворачивается но в больнице тебя переворачивают даже если ты сам уже не можешь из-под тебя убирают если это нормальная больница vip поэтому этого просто не то что не хватает этого нет абсолютно а потребность в этом дикая ну заметьте как работают все курсы сейчас минимум человеческого участия то есть когда мы дойдем а дойдем до этого очень быстро что аватары будут вот эти вот мы уже дошли ну то есть уже это есть да там вон дипфейки на порно сайтах уже прям встречаются довольно часто не спрашиваете у меня откуда это знаю то есть вебинары же проводят там раз в неделю или но такие огульные сто человек может в чате там летит все нет этого вообще разделение на группы и какого-то вот видение там людей почему потому что экономически невыгодное и зачем типа если можно так так ладно сори ты на и а ты на и обижен может будешь заходить в мамбл будешь помогать буду но когда добьюсь понимаете я человек такой отвлекающийся может у меня есть тоже какие-то особенности как у аутистов что я начинаю на чем-то фиксироваться и мне тяжело переключиться если я захожу в конференцию я фиксируюсь на конференции забываю вообще зачем я пришел что где ссылки на видео не будет я думаю что сегодня видео не будет сори анончики потому что ну давайте я попробую ввести дневник вот эти дни которые остались приходить и говорить сегодня я просрал день я вынужден признать что просто очередной день который я убил вчера писали внучаев программирование 10 ну там 20 потому что садишься начинаешь что-то делать отвлекаешься а у меня еще там дети там какие-то минимальные бытовые какие-то вещи типа там за ребенком на площадку сходить ли с ним на площадку сходить ну и как-то вот день проходит и вроде что-то сделал и вроде как-то но это кошмар это ужас у меня такая мысль спасительная сегодня пришла как мне показалось что-то я смотрел что-то такое с индука что ли ну что такое это называется то вылетел из головы тюмая женщина ностальгическое во все уже просыпали вошли на рассказывал про 2001 год спонив умер тогда у него такое есть цикл программ как у парфенова только про поп-культуру заман про игры только рассказывает фильмы и все по моему пробива никола фунтам рассказывал все еще 2001 то ну да игры какие-то типа там длиннобойщики еще что-то такое я вот думаю вот ты мне говоришь анончик про 50 миллионов вот представь сколько это вот в часах времени да вот вот чтобы тебе что-то будешь делать если тебе дадут 50 миллионов а ты будешь делать если дадут 50 лет заново вернуть тебе скажут чувак вот ты будешь жить там еще 80 лет да вот ты бы прожил еще 50 мы от тебя даем еще 80 но ты будешь вот молодым там энергичным или там вернется твое какое-нибудь там детство ну короче омолодят тебя это кстати один из сюжетов тоже у стивена кинга что-то еще сочетал там ладно не важно ну там какой-то иной мир и там какое-то из часы солнца и время там вспять в общем короче да вот это более интересный вопрос кстати на чтобы я потратил время время не деньги а время все было возвращено деньги-то это реально а вот времени нет и беда в том что я уверен наверное что я их слил бы точно так же несмотря на все вот это вот вот ах как же так время нужно его не вернуть от вернули бы опять бы сказали вот блин уникальная у тебя возможность надо с этим что-то делать а спасительные мысли которые я говорил это о том что а вот можно представить что тебе 15 лет или 18 ведь фактически так и есть ну вот 18 да вот мне сейчас вот 38 где ну 38 это не 78 дофига еще то есть если исходить из того что у тебя сколько-то еще отпущено времени если не отпущено то и париться нечего ну как бы умрешь и умрешь я не боюсь кстати переживаю только за детей конечно что блин не воспитал их так чтобы с чистым сердцем спокойной душой как говорится полностью спокойно никогда не будешь конечно все равно будешь за них всегда переживать но я знаю что они вообще беспомощные того же иностранного языка не знают хотя я мог их обучить почему там не знаю слепым 10 пальцевым методом печати не владеют хотя тоже почему нет обучать же отцы своих детей хоть чему-то что сами умеют ну ладно в общем это все так 4 он не ошибается ну да вчера мы смотрели как гпт говорит что надо создавать не из шаблона на гитлабе а просто проект не но это ошибается когда он какие-то интерфейсы описывает конечно ошибается я вообще думаю что эта информация уж точно не актуальна я тут подумал что нормальные комменты ты если читаешь что не думаешь о них в результате максимально и джовый шип постинг который вынимает тебя с тем имеет больше успеха вот такой естественный отбор комментаторов сторону габбич ингаббидж аут а габбич ингаббидж аут не знаю все в штыки воспринимается ты воспринимаешь все наши замечания в штыки нет в какие штыки также какая-то картинка все стоунер windows и бен карин тоннер ну да я не знаю кому то интересно и я правда не знаю в чем смысл я не разбираюсь типа был владелица ноутбука первые у него был windows но это наверно мужчина да в таких носочках гетерах таких с подтяжками ли что это как эти называются штучки крокодильчики с резиночками а вот это флаг это какой-то символ по моему розовый arch потому что ну как-то не знаю хэнг он лет не у вас инк тыс что за наклейки тут так ладно попросить чат же пяти за тебя написать команду для fmp ну кстати для fmp хотел понасиловать на предмета релея как ты сказал я не знал что fmp кто-то умеет на разные платформы чтобы стремить одновременно как у и и у девочки и у кого там еще автостанция как в прошлом веке а какой от этого профит зачем пользователям автобусов знать когда приедет следующий автобус он что возьмет и пойдет пешком но расписание но как изменение в расписании какой профит вот ты в деревне в какой-то сидишь значит и не знаешь придет автобус или нет звонить на автостанцию бывает бесполезно там либо не дозвонишься либо ну слушайте них довольно много пассажиров бывает представьте районный центр и деревень это к 20 автобусу там каждые два часа уходит и пассажиров много в каждом ну чё просто в принципе даже ну не знаю человек хочет приехать к своей матери к родственникам вот на выходные я не знаю какое расписание автобусов сейчас вот у меня мама где живет понятия не имею какое сейчас там расписание автобусов там есть в интернете расписание значит крупного вот населенного пункта а более мелкого уже нет потому что нет почему бы не сделать приложение прикиньте в appstore или в play маркете приложение да учебный проект зато им будут пользоваться реальные люди и в реальные люди очень интересно всегда видеть да там что активность какая-то идет его могут взламывать его могут там не знаки не составлять комментарии это намного круче намного намного круче чем делать тудушку ну блин даже мне кажется надо это сделать а почему нет кстати а я сейчас попробую сделать тогда задизайнить да это вполне себе может быть проектом я добьюсь успеха первое когда ты добьешься успеха второе если не добьешься успеха то что а что ты предлагаешь пожалуйста предлагает и мне предлагал деньги на окон поставить что когда я не добьюсь успеха я их выплачу на меня нет денег заразишь своей энергией это работает конечно работает вот я раньше делал разные сайты там программировал вот это все а теперь сережа заразил мне энергией ничего не делали и я не делаю ничего целыми днями ну так я же не говорю что я это работает что я это сделал я согласен я только я один из этих крабов который тянет вниз я не хочу я хочу перестать быть этим крабом более крабы вы знаете кого так называли в больнице тебя переворачивает а в больнице больниц а большинстве больниц у тебя нет абсолютно ничего так я узнаю кто на и обижен кто на и обижен так ладно это потом тогда какое-то видео как это фрагмент записи из эфира какой профит от автобусного расписания пользователь автобусов что разозлиться на автобусы пойдет пешком еще раз польза в этом есть любое реально работающие учреждение государственное частное и и а магазинчики маленькие кто откажется просто бесплатного сайта чисто вот сказать нам нужен учебный проект сейчас дофига всего интересного можно делать в курсе что даже у сельских магазинов сейчас кассы там вот эти терминалы оплата короче для при картами они оплачивают они пользуются на самом деле сервисами у них есть эти всякие возможности возможности ну кто же мы это будет делать а больница поликлиники какие-нибудь вы представляете какой-нибудь районная поликлиника вот я просто делюсь своими наблюдениями опять же поселок городского типа там пять тысяч населения там ну центр медицинский там ну так это назовем потому что он довольно современные здания по крайней мере построили там ну бывает часто такое есть в ремонт сделали и так далее школы я молчу праве со школами не хочу связываться нафиг школы идут сразу нафиг потому что это инструмент оболванивания реально у них там участвовали в конкурсах мы собрали макулатуру вот лучше помогать пассажирам автобусов информация какая-то почта даже то что я не знаю да не 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 куча интересных задач я уверяю вас любой изучающий лучше вот это будет делать чем нет такого вообще вообще моя мечта была бы сделать такой ресурс где люди бы оставляли заявки на какие-то свои такие задачи по автоматизации а требование было бы такое что они обязательно оставляют фидбэк что мы вам делаем но мы рассматриваем вашу заявку но один из критериев что мы ее возьмем это то что нам будет видно как этим пользуются то есть если вот в школе где я работал по этой системе реализовывали бы супипиш то учителя бы сделали видео какое-то или оставили отзыв что вот мы раньше на бумажечках писали сколько детей пришло что я вот учительница первого класса раньше я должна была спуститься в столовую записать в журнале что у меня пришло столько-то детей я оставлял детей детей одних в классе это было все неудобно мы стояли в очереди чтобы записаться в этом журнале а теперь я просто захожу вбиваю сколько у меня пришло детей все здорово и замечательно это хорошо но кстати это же кто-то должен поддерживать потом обслуживать но прекрасно ну и замечательно что не знаю вышла новая версия какая-нибудь ведроида новая версия вышла за два за три года и приложение перестало работать или сайт перестал работать или там не знаю что произошло и кого знает проблема 2000 накрыло все польза в этом есть так я спросил не про пользу я спросил про профит ты понимаешь что профит отличается от пользы нет не понимаю так люди оставляли бы заявки а требование было бы такое можно грабить караваны ну и нормальные заявки бы оставляли про караваны это же мальчик написал я так понимаю просто письмо в свободной форме в эту игровую студию у них же не было такого канала связи что типа оставляйте заявки на игры если бы канал был то там была банкета вплоть до того чтобы связывались и задавали бы вопросы почему нет это же игра если это игра то кто-то и в менеджеров должен играть и в людей которые взаимодействуют с заказчиками не такие извращенцы есть я уверен которые захотят такой опыт получить ну вот ты звонишь на эту автостанцию и спрашиваешь да там или согласуешь это тз то есть люди не знают что они хотят в жизни же так же ну не знаю расписание работы врачей кстати в какой-нибудь районной поликлинике вот вы когда представляете районную поликлинику вы наверное думаете что там два человека работать нифига там 20 врачей может быть я вот точно знаю такую районную поликлинику людей там дофига огромное количество другое дело что никто не позволит персональные данные ну типа публиковать ну а почему не сделать просто сайт где там будет написано хирург так с такого-то по такой-то работает просто хирург не знаю там унициалы какие-нибудь написать по-моему с разрешения письменного согласия тоже можно с другой стороны а чё хороший экспириенс как работать с персональными данными какие законы в этом отношении есть какие согласия нужны и так далее расписание врачей по любому нет нигде и сами врачи тоже бы не против были я думаю заболел там изменения какие-то сколько раз было приходишь к врачу сидят люди в очереди сидят а врача нет нету врача и как бы непонятно будет он не будет там надо идти в регистратуру регистратура в соседнем корпусе находится ну короче слушайте если бы это было без другое дело что на это власть обратит внимание сразу же что типа так на такую инициативу но делать что-то такое близкое к жизни по-моему это очень хорошо делать что-то такое для людей вообще в интернете в мире не связанное с правительством с этой страной ну язык надо изучать конечно в первую очередь тогда какой-то сервис которым люди будут пользоваться в интернете ну блин это тоже конечно круто но реальные люди круче то есть если ты приезжаешь на эту автостанцию если ты видишь как этим пользуются ну это прям дофамина такое я считаю или не дофамина какие там дальше эти нейромедиаторы потому что просто в интернете какие-то люди посещают твой ресурс там оставляют комментарии но это очень быстро перестает доставлять на самом деле вот youtube хороший пример плохой вернее пример положительного влияния который очень быстро заканчивается потому что ну да вот оставить под твоим роликом первый комментарий о круто комментарий кто этот человек что это понимаете ну вот вообще как бы это а потом когда этих комментариев 10 уже это представьте 10 комментариев человека а на другом ролике оставить 3 комментарии ну блин всего 3 комментарии и ты относящийся к этому так извините 3 человека они просто твое говно посмотрели а написали еще это очень круто а ты уже к этому относишься так ээээ фигня ой 100 просмотров ну правильно всех развратили этими цифрами расписание у врачей нет в москве это поляну уже забили так я не про москву в том то и дело ты взял москву даже в москве монеты работает криво косы и так далее Но туда не надо соваться И не сунешься и хорошо То есть там все пилят деньги Я не про деньги вообще Ты услышь меня Я про то, что просто спокойно Другое дело, что ответственность тоже как бы Ну если в это играешь, то да То ответственность должна быть Ну потому что это главный критерий, наверное На работе у тебя же будет ответственность Ты же будешь понимать, что ты не можешь не сделать Ты не можешь сказать, ой, пойду я полежать На учебном проекте всегда можешь, правильно А тут, ну не можешь, найди кого-нибудь, кто может Работай с кем-то, сформируйте команду Сергей, что думаешь про соцсеть Fidiverse? Например, Слоник Че? Я первый раз слышу, какой-то прикол Fidiverse От английского Federation Universe Федерация Вселенной Fidiverse Децентрализованное объединение социальных сетей Пользователи которых могут беспрепятственно общаться друг с другом Имея аккаунт в одном сервисе Пользователь может взаимодействовать с другими сервисами Fidiverse Ой, ну таких много же было, да? Тех всяких разных инициатив Слушайте, как это организовать? Это уже дело десятое, на мой взгляд Что делать? Ну, то есть, вот когда говорят, люди объединяются А зачем они объединяются? Что они будут делать? То есть, меня всегда это веселило Вконтакте, вот, объединение любителей Не знаю Выращивание помидоров Мне всегда это виделось Ну, вот, люди вот уж объединились Они должны какую-то базу знаний сформировать Опытом делиться Там, ты придешь Там, будут тебе на вопросы отвечать Где-то так работало Работало не всегда Ну, это, короче, потому что Люди не задаются такой целью То есть, они считают, что это должно как-то происходить само То есть, мы площадку, техническую площадку сделаем Ну, как вот Википедия Ну, наверное, это само и будет происходить Это тоже не факт Не знаю Когда там миллионы пользователей будут Как в Википедии Просто спокойно и господрядчик рядом не стоят Увы Что-то я не понял Не совсем понял Расписание врачей есть в госуслугах Когда нажимаешь записаться на прием А вот интересно Сейчас везде через госуслуги запись на прием Даже в сельских этих клиниках А ты думаешь, там реальному положению дел это соответствует? Я просто не знаю И мне просто то, что в голову пришло про поликлиники Я не знаю Наверное, да Наверное, расписание у них у всех должно быть в госуслугах Теперь Я просто давно не... Так, подождите-ка Ну, хорошо А заболел врач Это что, отражается где-то в госуслугах? По-моему, нет как раз Ну, записался я Записался я Пришел на прием А информация о том, что, извините, врач заболел И ты можешь даже не ехать к этому врачу Вот сегодня мне Знаешь, я в 7 утра Мне нужно ехать в райцентр К этому врачу Меня в моей деревне и поликлинике нет И мне негде узнать это Он там вообще живой, этот врач, или нет Потому что до туда не дозвониться Ну, там занято постоянно Реально, деревни и деревнями, но там тысячи людей Там правильно Один этот райцентр на десятки деревень В самом этом райцентре 5000 человек живет Куча пенсионерок, всяких детей Которые там справки нужны в детские сады, в школу У них там заболели, они пришли Так, люди оставляли бы заявки Которые не было бы такое Можно грабить караваны Предположительно, 80% заявок было бы про караваны А 20% про телеграм-боты и крипту Почему? А, кстати, что делают люди с криптой? Телеграм-боты это хорошая вещь А что плохого с телеграм-ботами? Телеграм-боты на самом деле Это тоже какая-то штука такая Вот очень интересная Потому что я изучал вот эти примеры Которые там люди постят Создатели всех этих библиотек, оберток А комплексные решения никто не приводит Я даже на гитхабе пытался искать Ну, как-то странно, в общем Нету не код-ревью даже А оценки как-то проектирования всех этих ботов То есть, что можно улучшить Вот мне, например, там нужно куча-куча фич Как я код организовал Как я, по-моему, тоже вот Если есть, скажите Есть такие нейросети, которые прям Гитхаб Этот, скидываешь Репозиторий И тебе дают советы В том числе по организации кода Разбиению на модули Там Или, я не знаю Или архив кидаешь с репозиторием А я такого еще не видел Есть такое? Ну, ты как бы можешь ему описать, конечно Свои файлы и папки А сказать, что вот у меня такая структура папок Вот, типа там, прокомментируй Когда я это последний раз делал Он комментировал что-то Но не так, чтобы прям скрупулезно Мне показалось, что он В целом какие-то дает вещи Да, что такое этот ваш ЦУПИПИШ ЦУПИПИШ Это был лет пять назад такой проект Когда я еще работал в школе Там Не было автоматизации Передачи данных То есть там была такая система Каждое утро Все учителя школы Вообще всех одиннадцати классов Всех параллелей Должны были прийти в столовую Классные руководители Ну, или учителя начальных классов, соответственно И в тетрадочке специальные записать Фактическое количество детей Которые пришли в школу Ну, там вот звенел первый звонок Все, вот кто там опаздывает Ну, тоже большая проблема была Дети опаздывают же некоторые На половине урока могли прийти, да Ну, как бы они подавали данные Столовой школы Для того, чтобы они примерно представляли Им сегодня накрывать там Тысячу завтраков Или восемьсот завтраков Потому что разница существенная На самом деле Так как в какие-то дни Ну, полкласса может не приходить Ну, когда какой-нибудь там Грипп или что-нибудь там Дети болеют Или по каким-то причинам Не знаю Ну, болеют чаще всего То есть это важно было И вот было предложено Это автоматизировать А там еще Смех в том Что именно в той школе О которой я говорю В каждом классе стоял комп Подключенный к локальной сети В каждом классе И локальная сеть была По всей школе проложена Ну, вот И как бы Задумалась администрация школы Какого хрена Можно ли сделать так Чтобы люди не писали Ну, вот Там была какая-то Простенькая программка Написана На сервере Сначала даже По-моему Сервер это был Ксамп Ну, потому что там Везде винда Там сделали сервер Какой-то комп Одноранговая сеть Сделали Якобы типа В кавычках сервером Ну, как в кавычках Фактически так получалось Но потом, конечно Уже Линукс нормальный Поставили Выделили Отдельный Комп Системник Там еще файловый архив На нем сделали Ну, и вот Да, просто Там на PHP По-моему Какие-то две странички Генерировалось Все самое Там Там были Все писали кипятком В общем Бухгалтерия В которой Excel файлик Выгружался сразу Столовая То есть Каждый день Просто распечатывался Лист То есть Там собирались эти Там Девочка В бухгалтерии Нажимала на кнопочку Генерировался Excel файл Это все Бралось Там В этих книге Распечатывалось И относилась В этом Столовая В общем Эта распечатка Что Вот Столько-то Детей В таком-то Классе Столько-то В таком-то Столько-то Обедов Столько-то Завтраков Столько-то Все Прямо До одного Человека Я хотел Это все Улучшить Там Прикол в том Что Каждый месяц Классный руководитель Должен еще Подавать А месяц Моментально Проходит То есть Это Заколебывает Очень сильно Подавать Сколько у тебя В этом месяце Пришло детей Сколько было детей Сколько ело детей Сколько Не пришло То есть Я хотел Единый Такой Сделать Бланк В котором Ты открываешь Утром Страницу У тебя Список Всех Твоих Детей Ну Я имею В твоем Классе Ты просто Галочки Снимаешь С тех Кто не Пришел И все И оно Автоматически Там все Подсчитывало А Ну Я не успел Это делать Ушел Ну И хорошо Потому Что я Смотрел Потом Тот код Который Был На PHP Он был Простейший И вот Чел Который После меня Пришел Смог Даже Исправить Я спрашиваю До сих пор Там работает Эта система Ну Потому Что ее Никто Не атакует Она крутится Там На локальном Сервере Там Можно было Вообще Ничего Не писать По-моему Там даже Базы данных Нет Там все В файлы Записывается Какая-то Библиотека Простейшая Для Excel Все Так С вами Говорит Уверенные Пользователи Расписания Врачей Задавайте Свои Ответы Не Москвич Автомобиль Ну Какие Ответы Что Я точно Знаю Что Как Электронные Дневники Как И госуслуги В целом Там Много Что По всей Стране Работать Должно Ну Как Оно Работает Я Вот У меня Дети Ветрянкой Заболели Я Записываю Детей Вызов Врача На дом Мне Звонит Врач Ну Че Там Ветрянка У вас Че Да Ну Ладно Придите Через Десять Дней Все Типа Она Там У себя Проводит Как Будто Она Ко Мне Приходила Уже Понимаете Никто Ко Мне Не Приходил И Все Ну Как Они Будут Ходить По Домам Ну У 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 Населенный Пункт Заводить Новые Знакомства Так Забавно Это Видеть На Анонимной Барде Найдите Пользователей Хоть Не Написано Найдите Пользователей Рядом По Геолокации Изучите Каталог Найдите Профили По Интересам Изучайте Нульчан Находите Пользователей По Интересам 77 Статусов 50 Подписчиков Герудик Вот Опять же Что Делать Все Эти Люди Чем Это Отличается От Пабликов В Вконтакте От Групп Или Узнаете Что Происходит Вокруг Взгляните На Новые Посты В Мастодон В Реальном Времени Не Это Не Интересно Еще раз Если Как В Чебурашке Крокодил Ищет Друзей Мы Строим Дом Сказали По Такому Адресу С Анонимностью Это Мы Строим Виртуально Мы Строим Сайт Вот GitHub Аккаунт Любой Может Присоединиться Ты Ничего Не Умеешь Мы Тебя Научим Не Умеешь Научим Вот Мы Строим Вот Мы Делаем Расписание Для Автобусов Приходи Присоединяйся К нам Не Хочешь Полить Даже Голос Свой Пожалуйста Вот Вось Чейнджер Вот Инструкции Как Им Пользоваться Но Мы В том Числе И Голос Общаемся Вот Блин Это Классно Было Не Никаких Детей Вот Детей Тут Быть Не Должно Детьми Я Наелся По-моему Уже Все Хватит Просто Может Это Влияет На то Что Мои Дети Уже Выросли И Для Меня Это Актуально Не Так Так А Помнишь Че Та Супипиш Да Вот Вита Делал Даже Какие То Помню Для этого Супипиш Так Температуру Сбивайте Какое Лекарство От Ветрянки Вам Орбидол Прописать Или Что Даже От Грипов И Всякого Лечится За Неделю С Орбидолом Если Без Орбидол То 7 Дней Так Ты Воспринял Штыки Мои Дею Про Автобус Я Считаю Что Профит Для Автобусной Станции Нет Профита Для Того Чтобы Делать Стране Все Плохо И Ничего Не Работает Так Действительно Ж Так Опоздал На Эфир Включил Сережа Пытается Читать Сообщение Это Я Не Понял К Чему Это Я Не Знаю Ваши Услуги Не Автоматизированы Как Мы Узнаем Если Врач Заболел Такую Информацию Не Обновляют Я Знаю 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 Кинул Телефон В стену С Криками Долбаный Необучаемый Дегенерат Как Этот Чмоня Со Своим Все Не То И В Этой Стране Все Плохо И Ничего Не Работает Надоело Когда Это Уйл Уйдет Не Расходитесь Будем Слушать Пневмослон Про Серегу Восстанавливать Ментальное Здоровье Я Не Понимаю О чем Вы Я Не Знаю Реально Надоел Так Ладно Хорошо Так В Инерции Штампуют Социал На Волне Хайпа Фейсбука И Вконтакте Хотя Это Давно Уже Все Сдохло Выродилось И Никому Не Надо Думаю Что Повторять Это Круто На самом деле Круто Только Делать Что То Новое Чего Раньше Не было Да Хорошо Все Здравствуйте Как Найти Чат Какой Чат Написать Диджею Есть Кнопка Слева Если Что А Короче Я понял Зачем Учителей Врачей Задолбливали Бумажками И статистиками Чтобы Они Поняли За Софт Надо Платить Советы По Разбиению Кода Книжка Чистый Код МакКоннелла По факту Один Модуль На Определенную Группу Функций На Маленьких Проектах И Этого Не Надо Кидаешь Комментарии На Каждую Группу Функций Вперед Вот Если Был Пример Вот Был Супипиш Или Какая Нибудь Софтина Уже Работающая И Вот Наконец Можно Взять Книжку Чистый Код МакКоннелла И Блин Потому Что Там Написано Следуя Этому Вернее Разбить Этот Код И Все Вот Этого Не Хватает Потому Что Да Блин Есть Код Ворс Есть Лит Код Есть Куча Задачек Ну А Как Только Что-то Более Масштабное Глобальное Хрен Ничего Нет Нет Такого Нет Аналога Stack Overflow Для Такого Когда Сообщество Сказало Так Я бы Разбил Этот Код Вот Так А я Был Этот Код Вот Так Потому Что Никому Это Не Надо Кто Бо Станет Время На Это Тратить Хотя Не знаю Настолько Overflow Тратят Опять Я Об этом В прошлый Раз Говорил Что Заинтересованность Это Должна Быть Чтобы Обкакать Твою Структуру Кода Есть Source Graph Ты Его Смотрел И Не Оценил Теперь Там Только 10 Запросов В Месяц В Бесплатном Акике Ну И 10 Запросов Хватает Чтобы Тебе Так Source Graph Что Так Я Смотрел Ты Говоришь Да Так Source Graph Код Intelligence Platform Ну Слушайте Это Наверное Улучшается Да Вся Эта Штука Она На Нейросетях Работает Или Нет Уже Или Она И Раньше Была Должна Работать Так Естественно Набор Комментариев В сторону Габич Габич А вот Чест Кот МакКоннелла Вот Чел Постарался Написал Тебе Комментарий А ты Ответил Ему Не Буквально Пошел Нафиг Почему Пошел Нет Я сказал Прекрасно Чистый код МакКоннелла Замечательно Но это Надо же Научиться Применять Там же Нет Примеров Конкретных Прям С Привет Мирами Нет По-любому Так Чистый код МакКоннелла Недавно Подвергли Жесткой Критике Потому что Нифига Этот код Не чистый Местами И только Усложняет Некоторые Вещи Просто Так Даже Сам МакКоннелл Был Вынужден Сказать Что Критика Обоснована Сережа Ну и вон Нафиг Эти твои Супипиши Там ICQ Место Освободило Она Освободила Это место Еще В 2000 Если Что Поэтому Ее и Закрыли Айда Писать Файлообменник Со встроенным Нейросетевым Voice Чейнджером Да Source Graph Это ГПТ Он Парсит Твои Файлы На Публичном Гитхубе Отвечает На Вопросы Кто Удалился Кто Улоло Ну Подождем Наверное Будет Это Скоро Все Анализироваться Намного Лучше И Ждать Я думаю Несколько Месяцев Максимум Потому Что Ну Это Очевидно Будет Существенно Все это Улучшаться Прямо На Глазах Потому Что Чистый Код Это Стадия Рефакторинга Это Стадия Распила Бабла Когда Осколоченный Наспех Тяпляп Проект Уже Выстрел Или Привлек Бабло Инвесторов Дальше Надо Обосновывать Что Надо Платить Зарплаты Программистам И Начинается Чистый Код И Прочие Скрамы И Прочие Скрамы С Аджайлами Ну Вот Я не знаю Если Ты Скрамы С Аджайлами Вообще В принципе Как Явление Критикуешь То Скажи Как Организовать Работу Действительно С большим Количеством Задач Когда У тебя Действительно Большой Проект Куча Разделов Куча Фич Не знаю 10-20 Человек Но Расскажи Мне И Действительно Постоянно Меняющиеся Пожелания Требования Постепенно У вас Опыт Берите На себя Больше Обязанности Ну Наверное Это тоже Работает В некоторых Случаях Вещи Типа Джайл Скрам Нужны Только Для Собеседования И Дальше Начинается Работа И Там Все Как Обычно Ну Да Можно Узнать Какие Итоги Прошедших Трех Эфиров Хоть Какие Итоги Есть Нет Если Считать Сегодняшний Эфир То Уже Четыре Эфира Итогов Нет Когда Тебя Будут Унижать В Мамбле Или Хотя Бо Твой Поток Будут Комментить Не Знаю Я Ухожу Только Сейчас Я Дочитаю Чуть Чуть Сообщение Что Значит Комплексное Решение По Твоему Ну Как Многокомпонентное Да Сложное Какое То В Эфир Я Еще В Интернете Советы Как Мне Сделать Хорошо Чтобы Их Найти Применить В Своих Разработках И Заработать Миллионы Я Проделываю Гигантскую Работу По Поиску Нужной Информации С Какого Фига Я Буду Этой Информацией Делиться В Каком То Сообществе Бесплатно И Плодить Себе Конкурентов Мы Это Вчера Обсуждали Позавчера Речь Идет О Людях Которые Ну Это Все Известные Вещи Да Там Есть Мотивы То Есть Либо Идейные Люди Которые Видят Вот Что Помогать Ну Кто У нас Так Оверфлоу Отвечает Ладно Так Оверфлоу Там Какие-то Ачивки Они Там Зачитываются На Форумах Кто Отвечает Есть же Люди Да Не Найдутся Точно Только Это Должны Быть Люди Которым Хочется Помогать По По Поводу Бесплатно Хорошо Не Бесплатно Я тоже Об этом Уже Говорил Люди Могут Скидываться И платить Этому Условному Эксперту Только Это Эксперт Должен Быть Сережа Очередной Так Обновляется Болеет Врач Отпуск Если Что Звонят Предупреждают Не знаю Кто Звонит Где Звонят Я С таким Не сталкивался Но Надо Проверить Все Может Что Изменил За Последние Два Года Так Все Наверное Я Или Я Чьи-то Сообщения Еще Не Прочитал Сорян Бинг Может Сможет Или Джимини Или GPT4 Оу Не знаю О чем Речь Это Я уже Про Так Use Under Adrenaline Com Use Adrenaline Com Ask Any Programming Question А что Это За Сервис Use Adrenaline Какой-то Visualize Any Code With AI Так Ну Мне Надо Будет Это Посмотреть Я Просто Не знаю Первый Раз Вижу Это Адреналин Надо Посмотреть Это К вопросу Видимо Анализе Кода Так Все Ну Наверное Все Опоздал На эфире Это Что-то Читаем Так Как На Тичат Это Я Читал Я Лично Пойду Fallout 4 Проходить Ну Успех Успехов Ну вчера выяснял это с исследованиями, там, если психологию все-таки считать наукой, как она официально считается наукой, конечно же, он говорит, что да, типа, отсутствие социальных связей, что ты это объективный фактор, объективно фактор, который относит к отрицательным таким, к негативным вещам, что не установив их, не имея так называемых друзей, у тебя больше всяких разных рисков, там, и стрессов, и справляться твоешь хуже с вызовами, так назовем это, Новско-Чмаевская, если у человека есть хорошая работа, хорошая машина и свой дом, он не может быть коммунистом, у него полно других забот, так, ладно, все, тогда выходим, да, Сорисграф, это GPT, он парсит твой файл на публичном гитхубе, отвечает на вопрос, кто удалился, кто лула, это я уже читал, так, вот, если был бы пример, ок, бези бокс нет даунлоудс, это что такое, бези бокс, бези бокс, что знакомое, бези бокс, софтвы, фридом, не, я не понимаю, что такое бези бокс, гит, бези бокс, бези бокс, по каждому файлу, на команду, и немного, насрано, конечно же, я бы разбил этот код вот так, это вопрос вкуса, субъективный, объективного решения нет, так, совсем понял, ладно, его зовут Маббл, но он игнорирует это, ведь придется не просто переливать из пустого в порожнее все у меня о чем, а говорить по факту, когда это у него уйдет, не расходитесь, будем слушать пневмо слон, да пошел ты, блин, ладно, когда пишет система, никакого скрама, Agile нет, есть команда программистов, они работают по системе Just Write Code, с говнокодом, без соблюдения лучших практик, они высирают как могут, лишь бы работало, а скажи, если требования меняются, ведь Agile, насколько я знаю, поэтому так и называется, существует, ты говоришь, вот они пишут, программисты, они пишут неделю-две, а пока они пишут, изменились уже требования, там, по-моему, только для этого все, но самое главное, чем больше правил нарушишь, тем быстрее это заработает, а потом уже берут тех, кто по Agile это будет поддерживать, не знаю, это еще написать надо, а если это писать надо 2 месяца, за эти 2 месяца 5 раз все поменяется, или полгода, пошли в Mable, просто поговорим о жизни, sorry, уже надо уходить, так, ну все, на протяжении 25 минут, надоел, все, ухожу, я тоже пойду в Fallout 4 поиграю, всем пока, а скажи, если требования меняются, высирают еще страшнее, ну ладно, фиг с ним, тихо, Сережа уходит на протяжении получаса, не спугни, на рекорд идет еще пара подходов, нет, точно ухожу, всем пока, всего доброго, до завтра.